Как хочешь, может, он четвертый, но я думаю, что у меня все равно. Сейчас она немножко непрежная, такая, уйди, да? Но этого бояться не надо, этого не бояться не надо. Лябим, лябим. Лябим, лябим. Лябим, лябим. Лябим, лябим. Лябим, лябим. Можешь с ним внизу. И когда человек дует, передувает, там здоровья не будет. Значит, творческая молодость, она быстро-быстро уходит. Можно себе... Молодец. Ну вот и дальнейшее я хочу показать, что же такое верхушка. И сейчас к атаке потом еще вернемся. Самое главное, это, конечно, легато. Это трельки. Вот трельки. Быстрое чередование этих муток. Возьмите муштуки. Возьмите муштуки. Возьмите муштуки. Возьмите муштуки. Сейчас со мной немножечко. Поехали. Трелька, неважно, на саксофоне, на трубе, на тромбоне, это... Не отрывать губы друг от друга. Как только оторвали губы, у вас никогда этого не получится. На муштуке это проявляется настолько ярко. Трельки должны звучать очень красиво. Не глис, не такой гнусалый звук или что-то, а как инструмент. Вот давайте я вот сейчас... Ребята. Еще раз. Одному. Федор. 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 Вот сейчас глиночка у меня заволновался. Услышали в звуке тремор такой, да? Волнение какое-то. Федор. 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 Видите, нотки разделяются, правда? Вот казалось бы, у штук, а оно как будто на инструменте. Берем инструмент и гаммочку, у меня третками, пожалуйста. Как сделать лучше? Доквинт или сыграйте гаммочку? Доквинт, пожалуйста. Ну, что, можно ступить? Ну, как-то наступить. Доквинт, нет. Да, нет. Похроматизм. Да, по хроматизм. Так. Да, 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 только не останавливайся. Понятно, да, ребят? То есть, здесь настолько свободы становится. Все, как хочешь, так и играешь. Пожалуйста. Вот у него сбой идут. Вот, почему сбой идут? Потому что он теряет фиксацию на верхней губе. Фиксация на верхней губе должна быть четкой и ясной. Это я не говорю о том, что сильно давить, а зафиксировать. Вот представляете, вот головной мозг бы нам в челюсть перенести. Что бы было с головным мозгом? Сотрясение мозга, правда? Если еще орехи будем кусать, да? Хлюсть и сотрясение мозга. Поэтому здесь надо зафиксировать и сразу... И все сразу заиграется. Маэстро. Ну, он страдалится немножко, но подучится у него. Все нормально. Оно с тирольскими напимами такие играет. Остановится, покайфует, и потом дальше еще идет. Но принцип, вот в этом все четко, четко нормально. Теперь глядите насчет атаки. Вот начало звука. Сколько форм атаки есть? Кто мне скажет? Шесть. Нет, пускай. Рассказать сложно. Значит так, давайте мы сразу будем научным языком говорить. Это все. Есть простая атака, это совершенно верно. Есть понятие мягкая атака, да? Это Д, да? Но это далеко не все правильно обосновано. Есть вспомогательная атака, да? Это двойное, значит, Т и К. И тройное, да? Если как бы Т, Т, К. А еще есть атака на диафрагме. Атака без участия языка, игра диафрагмная. Есть атака губами. И вот скажите, я вот сыграю шестнадцатый. Вот так вот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Ну, читает, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А теперь я так. Где легче играется? Даба-даба-даба. То есть чередуется место вспомогательной атаки, Б. Б. Теперь по отношению у многих двойной язык не идет. И я встречал музыкантов, которые двойной язык. Вот уже лет 45, может по 55. уже на пенсию шли, а в голову их не пошел. Беда в том, что неправильное расположение и большое напряжение языка. Сыграй мне, пожалуйста, медленно. Ну, ну, да. Ту-ку-ту-ку, да? Просто играй. Ту-ку, медленно. Ребята, что со второй нотой? Кто может сделать замечание? Квак. Ну, квакать она будет квакать, он в К играет. А еще какой замечательный? Ниже. Нота звучит ниже. А сейчас мы поставим, и вот знаете, как споем слово? Ки-ки. Ки. С краткой, да? Евгений Александрович, но у меня не доходит язык, и К не получается. Вы знаете, какое слово поможет здорово? Сыграй мне ти-хи, 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 ти-хи. Не К, а Хи. Хи. Да, быстрее и теперь. Это все, где лягкая. Это сайт. То есть, хи. Когда подсоединяете хи, воздух не тормозится и не идет в один отбой. Дальше, вот можете на себе сейчас проверить, сходьте, ребят, хи, и потом пропевайте тит. Не влияет язык, правда? Работает одновременно. Вот, ребят, фа. Просто, наверное, нотки. Просто хи возьми без атаки языка и тит. Да, и освобождать. Горло все освобождает. Вот, ребят, и все. Ну, если получается, значит, это не случайность, правда, ребят? То есть, понимаете, вот здесь всегда теория должна подтверждаться практикой. Если она не подтверждается, тогда грош цена на нам, преподавателя. Потому что ребята в этом, они не виноваты. Они пришли учиться, и мы их должны учить правильно. Теперь, что еще я хотел? Вот для меня это очень важно. Очень важно. Это дыхание. Как, Евгений Александрович, направите, чтобы дыхание забожило? Как это проверить? Можно тебе это? Возьми трубу. Ну, или саксофон, бери. Когда возьмите. Я тебя футилю себе. Бери трубу. Это не мой класс. Ну, все равно, мы же духовики, просто. Поэтому я и беру классный. Сыграй мне, пожалуйста, гаммочку до квинты. И сыграю вот так. Та-ра-ра-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра. Да? С акцентом. Соль-моролегафта. А мне сейчас все так и не надо. Видите, ребята, диафрагма распущена. Аппарат распущен, и он не подчиняется. Нет здесь закона интонации. А закон интонации, он должен четко-четко работать. Звук должен быть у потолка, а не на полу. Да? Заниматься. Теперь подними руки, как я советовал. Ну, еще, еще, еще. О, оставь грудной. И то же самое, играю. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, лучше. Но диафрагма опять не работает. Так, ты долго будешь. Пожалуйста. Возьми меня на одной нотке, да? Пускай до. И сыграешь мне. Я-а-а-а-а-а-а. Удар. Пожалуйста, слушай. Здесь много нельзя тратить время, у парня работает диафрагма, скажите, звук опускался вниз или нет? Или держался? Было маленько, да? Но близко было к норме, и это говорит о том, что парень на правильном пути. И теперь сыграние. Сол, ля, си, до, до. Наоборот, на сильный до. Вот и все. То есть это настолько важно, чтобы диафрагма заработала. Еще раз говорю, ребят, вот сейчас я встану. Простите за вульгарные показы будем. Вот я беру здесь дыхание. Да? И обратите внимание на ребра мои. Они работают у меня или нет? А? Не работает. А должно быть вот. Да? Значит, здесь настолько это важно, чтобы ребра и диафрагма заработали. Да? А теперь, глядите, я беру нижнее дыхание, которое вчера пол показывал. Это очень складывается плохо. Это у нас грыжи, у мальчишек, у девочек тоже грыжи, поповая грыжа. И почки опускается, печень, и все другое. Глядите, какую самую страшную ошибку я буду делать. Глядите, вот я нажал на солнечное сплетение. Подложечка часто называется в медицине, да? И глядите, я беру воздух. Скажите, у меня здесь работает? Нет? А? Не в ту сторону, не в ту сторону. А? А, это же можно что-то сделать, нечаянно. Правильно? Вот, поэтому здесь очень важный момент. Очень важный момент. Да? Теперь глядите. Вот я набираю воздух. И ключицы поднимаю, и у меня включицы. Видите, четыре вида. Ключица, это когда очень большой верх играется, где четвертая, пятая октава, там надо верхушечки подключать. Еще раз показываю. И ключицы. Поднимаю. Вот у меня рука просто сейчас болит. Подняли. Вот, то есть, здесь надо отработать. И вот это очень важно, чтобы диафрагма работала с ребрами. Если межреберные мышцы не работают, дыхания не будет. Мы вот можем пройдет. Будь любезен, возьми дыхание, соль. Ну, можешь повернуть. Просто соль. Ну, и все. Молодец. Теперь тоже все. Теперь прошу изменения. Звонка ждут. Да, пожалуйста. Да, да. Да, да, я слушаю вас. Не было много соль. Вот, видишь? Не больно тебе? Нет? Нет. Сейчас спина. Давай, поглядим. Подтянущик. Бери соль. Теперь бросаю все и выбираю. Бери тоже соль эту. Вы понимаете, вы чувствуете, высота звука сразу резко меняется. То есть, звук валяется на этом. Теперь у меня просьба другая. Значит, держи. А, когда вы будете руки за голову, да, у вас между лопатками и со стороны поясницы будет побаливать. А между лопатками вот эти позвонки, грудной отдел позвонки будут отваливаться. У меня есть маленькое предложение, но тоже кто испорченный, тот лучше пускай не понимает. У вас должно правильное дыхание быть настолько, чтобы чувство превосходства было над всеми. Вот вышли. Я не говорю кому-то, что вы пошлете кого-то куда. Я говорю о превосходстве. Вот вы как артист встали, и все, четыре глазки, и все, играете, а у вас все правильно работает. Или вы сходите, как сундук, и начинаете там. Кто-то саксофон между ног любит сувать. Драмбон так. Этого делать не надо. Здесь, пожалуйста. Сыгал, вы себе дыхание. Вот и все. Вот и все. И теперь вниз играй. Ла-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ра. Да? Теперь брось, играй как играл. Есть распущенный звук, а есть собранный, как скрипач хороший играет, как велончелист, как пианист хороший. Понимаете, вот это очень важно. Именно звуковедение. А потом уже эти все произведения. Но еще раз говорю, я затрагиваю внимание, что в льговом языке существует два вида. Это оркестровый льговый язык и сольный льговый язык. Там порядка комбинаций, как у шахмата. Очень много. Можно играть семь восьмых. Можно играть девять восьмых. Как угодно. Но я сейчас еще хочу вам сказать, у кого идет плохо звуковедение, маленькая хитрость. Гриш, можно? Тоже встань, пожалуйста. Подожди ко мне, чтобы ты поволновался и не способен. Фасоль, аси, да? Все. Дай мне ротик. Открой. Кончик языка подсоединю. Играешь мне. Фасоль, аси, да? В закрытой позиции играй. И уйти, растай, как будто с тобой что-то такое творится. И ничего, звук идет. Тихонечко взял. Тише, тише, тише. Не пошел. Пошел, пошел. Брось язык. Брось язык. Видите? Уже звука ряда нет. Его никогда не будет. Поэтому здесь надо научиться, чтобы струя воздуха... Вот знаете, как у змеи там два кончика, да? Так вот, кончик языка и по бокам, под языком, идет две струи воздуха. Произносится слог лэ. Немножечко можно поддуть. Щечки. Пожалуйста, еще. И что? Вот все. Я могу с ним дружить. Все. У меня же темочка соберет. Молодец. Пожалуйста. Все. Молодец. Садитесь. Двойка. Соседа. Соседа. Седа. Вот это занятие, упражнение, значит, на ноту душированную, да? Она дает очень хороший результат, когда вы сверху идете вниз. Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Она не теряет время. И она играет, а когда не будет этого, то будет пропадать нижние ноты. И кексы будут постоянно. Понятно, да? Вот. Утоню, да, я вас? Все. Вот здесь. Горло открылось просто. Назевается. А это на моих уроках зевать. Владею этим горлом и пением. Показал, да, и играй. Пой. Не, вместе с этим. Вот часто скрип, вот это. Это говорит о том, что часто у духовиков, особенно у детей, связки слабенькие. И они участвуют при игре на этом. Это очень опасный вид игры. Рак горла и воспаление связок. Особенно с детьми надо очень осторожно в этом плане. Обязательно, чтобы связки никогда не участвовали. А там связки, там шарики. И когда это духовой инструмент, это один из трудных. Вы 0,25 атмосфер выдуваете. Это очень серьезное большое давление. У вокала такого нет давления. У флейты нет. У саксофона нет. А у трубы и у тромбона есть. Поэтому есть. Есть, анастасия. Несколько вопросов. Да, пожалуйста. Я посмотрел, медяшки у вас в трубочке супер, конечно, хорошо играют. Но постановка не классическая у всех. И, понимаете, вот я хотел спросить, что смогут ли ваши трубачи играть академическую музыку, классическую где-то в театрах? Или только сугубо джаз? Ну, хотите, я вам сейчас объясню. У меня первая труба у Башнета. Марсалис отдыхает. Он играет и джаз, и классику. Классику, но он в симфоническом первую трубу не играет. Он играет сольные исполнения. А не играет. А я сейчас расскажу вам. У меня Катя Березина играет первую трубу в Башнете. Регулятор первой трубы. У меня Саша тромбонист. Он у меня первой тромбон играет тоже в Башнете. На родители мне тоже у меня полно. Вы говорите, мне сейчас задали вопрос, что у вас какая-то постановка. Это не постановка. Я же не вина. Покажи свои зубы. Ну, ровные, хорошие зубы. Чего же он будет, как крестьянок, как мышонок так играть? Это же смешно. Я ставлю. Вот если у меня нога короче, я буду же так ходить. Но если у меня две ноги одинаково. Зубы у меня ровные. Почему труба у меня должна туда быть? Понимаете? Это все зависит от базы. От прикуса зубов. У вас пять трубачей все играют так. Как по Кастелло, по системе. Я смотрю. Кастелло совершенно другое. Давайте, мы не будем. Я природу, я не ломаю. Я ставлю им по природе. И я вам еще есть. Я же не даром он говорил. Вопрос хороший. Я не думаю, что вы меня видели. Здесь. Это иидное, монголоидное. Это все другое. Гриш, иди сюда. Давай спросим. Коллеги. Бери. Ну и сюда. В чем дело? Когда нарушение прикуса, работает одна верхняя губа. У нас в России еще нет понятия о том, что две губы. Если я вам сейчас покажу другой еще прием, вы за голову возьмете. Надо же, он уже до бумажек добрался. Вот. Здесь. А теперь мы прием. У меня зубки. Через прикус. Ну, он с детства уже так играл, или все-таки вы переделывались? Я переделывал. Вот я о чем уговорю. А зачем? Мне надо, чтобы две губы работало. Вы же сыр кусаете. Вы же не делаете, как акула. Взяли, акусили и вырвали. Вы же кусаете. Я говорю, ну, с достоинством, зубы на зубы. Так и вот, должен ряд обязательно совпадать. Почему я нарисовал, я не даем домыслим. Вот мой принцип. Когда ряд зубов, верхних зубов и нижних, находятся в одном ряду. А когда вот при этом, а здесь зубы будут, это, ну, одна губа перерезается. У вас, наверное, были в природе друзья, которые губу передавили верхнюю, или нижнюю, или кровь идет с десны, там все, а потом зубы выпадают. Вот, поэтому я иду по природе, я ее не ломаю. Если бы у меня гуляющий взгляд же был вот такой, будто бы там еще непонятно. Яблочки одел и выплюнул бы их. Так и зубы, они должны соответствовать природе, как и ребенок. Если зубы под наклоном и нижний под наклоном, он у меня будет так играть. У меня, кстати, есть такой ученик один, который на угле играет на таком. Есть такой ученик. А здесь у него доступно, я же помню, он сказал, есть принципы игры на инструменте. Растяжка, игра на угле, неважно. Вот такая игра, насосочки. И вот такая, когда сильно задирается труба, вот видно, все, конечно, все с пригусом, с природой. А у нас мы немножко, очень всегда любим самоедством критиковать. А в природе, в технике, мы не можем, ну а что сделать что-либо? Из-за чего это другое происходит? Дальше. Ведь многие сейчас, вот сколько вчера играл американец, 8 раз кексанул. А профессионалу разве можно кексовать? Нет. А почему? Да, что это тоже кексовал. Ну, он талантливый, я его сейчас не хочу, потому что светлая память ему, я живую сейчас. На 60 лет там, 15 кексов. Вот. Ну, это все равно он талантливый. Дело в том, что, а так, как плевок, он уже отошел. А у нас продолжаем. На растяжке легче учеба. Ну, сынок, улыбнись немножечко, вы видите, как хорошо, и сыграл. А три года поиграл, Щелокова поиграл в детский концерт. На четвертом году даешь ему третий концерт Щелокова, а он уже играть не может, растяжка. И куда он? Он никуда уходит. А детей надо правильно учить, студентов правильно учить. Правильно? Я, Северчик, зачем? Раньше, чем хорошо было? Раньше были воспитанники. В какой бы парк ни зашел, духовая музыка, ты заиграл, и мы пацанами летимся. Сейчас их нет. В парках уже не играют. В кинотеатрах раньше перед кино слушаешь концерт, там поют, играют. Сейчас этого, к сожалению, нет. А мы должны с вами учить правильно. И вот почему мы эти сейчас семинары делаем? Не из-за того, что, а просто с вами делиться своим опытом. А вы же будете хорошо учить ребятам. Вам же зеленая дорога, ваши дети. Мы будем брать всех. Понимаете? Ну, конечно, талантливые, трудолюбивые, талантливые. Но зато здесь у них радость. Ведь я вот по сей день, я не стесняюсь, я утро жду. Лишь бы позаниматься и сделать. И вечером прихожу счастливый. Ну, иногда не счастливый. Вот, ну, все равно. То есть ждешь каждое утро. И ребят тоже сами. Они у меня занимаются же не просто там вторник, да, четверг. Они за мной везде ходят. Я на ордынке преподаю, они ко мне на ордынку идут. Я сюда, мы здесь занимаемся. Потому что они много потеряли. А нагнать надо. Требования. У нас же дефицит времени сейчас большой. Поэтому вот из этого. Задавайте еще вопрос. Насчет дыхания ясно, ребят? Особенно очень важна эта диафрагма. Еще раз говорю. Ни в коем случае так дышать нельзя. Раз, и вот сюда все. Это не дыхание. Или так. Это не работает. То есть все, 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 это вот все, чтобы вдох. И выдох, ребят. Выдох самое удивительное. Вот свечку зажигаете. Вот думьте мне опять на ладушку сами. И вот так думьте просто. Да? А теперь, как я вам говорил, как шефрот. Какой воздух пошел? Теодор. Горячий, да, воздух? Тепленький. Вот это и есть. А вот, допустим, вы говорите теплый. А холодный, получается, не участвует, что ли? Вы же одним теплым воздухом звук даже не узнаете. Разве? Два потом. А как мы... Пожалуйста, давайте мы... Что такое горячий? Это прямая подача. А, со мной профессора в Америке заспорили. Я там 45 минут играл, потом давал. Но там в Америке удивительное качество. От 5 лет до 80. Приходят, и все хотят учиться и учиться. Я был поражен. Так же и в Швейцарии, и в Австрии, в Австралии. Эх, как у нас в России такое было. Вот. Так вот, ну там в каждой школе по 5-6 этих оркестров. В каждой школе вообще образовательное. И там каждый второй, третий астмик. Поэтому не исчезли. Ну, в общем, мы исчезли всю дорогу по колледжам ездил, брал себе студентов хороших и уезжал на гастроли, забирал с собой. Это холодный и не пластер. Нет. Что такое холодный? Это передувание. Это технический вид. Технический вид, как имиджать нельзя. Только горячий. А теперь просто технический вид. Услышали квинтонийской, да? Там все, это бесполезно. Тех, кто что-то готов. Нет, подождите. У него участка сейчас холодная. Конятин холодный – это технический выдох. Это технический выдох. Я прошу сначала научиться. Ну, вот вас сейчас за БелАЗ посадили, там, с тротуарной машиной. Вы же всех соседей с тротуара подарите. Да? А на велосипеде проедете. Поэтому я и прошу, вот именно, пользуемся вот этим сейчас пока дыханием. Если бы у вас был инструмент, вы бы сейчас поняли. Здесь очень важно, это вот как к зеркалу, или, ну, как ему подойти, можно подойти, как ему. Здесь выдох, вот такой вот, да? Или такой. Да? Есть разница. Вот и все. Евгений Александрович, ну, вы не сможете звук издать именно таким. Вот именно таким именатом? Пойдет шип просто. Не пойдет шип. Я могу сказать, что у меня пошел. Нет, именно. В прошлом году я приезжал сюда, в прошлом году он принесел. У вас был как бы совмещенный холодный с теплым. Просто у него более утрированный холодный, и вы его разбавили больше теплым. Допустим, не 50 на 50. У меня профессора в Америке задали, там каждый говорит, вот я беру сначала вниз, сюда набираю, потом в бока набираю. Я достаю его в своей простоте, шарик, я говорю, надуйте мне пока вниз в шарик, а потом в бока набираю, а потом в бока набираю, как ни старался, так и не получилось ничего. У воздуха есть особенности, газы распределяются равномерно, да, в емкости. Поэтому здесь это не надо. Что такое теплое, я еще раз говорю. Не надо форсировать сначала, надо научиться заполнять. Мы часто форты делаем неправильно, а мы передуем, передуваем, а надо научиться заполнять. И только это. И вот отсюда уже начнется заполнение и увеличение огнеца форта, форта, два форта и все. А просто дуть, аааа, это уже из области передувания холодного звука. Я, понятно, ребята, объясняю, или что это такое? Вы не поняли, как бы мой вопрос. Нет, я понял. Холодный у вас звук, холодный это форсированный, он не концентрируется. Почему он форсированный? А потому что у вас горло? Нет. Если он в меру, тогда он... Нет, нет. Потому что у вас горло, кольца, глотка, да, кольца, они у вас как попало. Ну, как мне еще без них. Дай мне штуку, это отработает. Нет, отработает. Вот сейчас. Вот, я не знаю, как в детстве там было такое вот... Нельзя... Поговорил вам... Это свято, да, все ладно. А вот можно на годах восточную... Не трогай! Не трогай! Вот, значит, вот здесь вот все сморщено, да? Вот это. Это вот глотка, которую не держит сердце. А мушток, это вот кольца у глотки. Теперь, возьмите, когда воздух берете, вот возьмите у себя. Вопрос хороший, я не думаю, что я там сижусь. Нет. И возьмите, когда воздух берем, что делается с глоткой? Расширяется. Что делается с кадыком? Вниз уходит. Вот, и мы это вот... Помните, в детстве я вот бабушкой любовался, там, мамкой? Они вот пальцы эти как-то делали, там, цветочки там вышивали. Вот это приблизительно так. То есть кольцо надо расправить. И как только мы кольцо расправим, вот эти связки, они правильно принимают форму. Они равносторонние. Они по природе так устроены, что они равносторонние. Понимаете? И когда это все как-то расправилось, тогда можно петь и вокал, и все же другое. Вы думаете, я-то сейчас не говорю на голосе, то что зачем я его голосую? Но если я его сделаю, я буду с вами говорить совсем другим голосом. Я буду говорить на связке, на дыхании. А зачем я буду изнашивать себя? Правильно? Поэтому я не пользуюсь этим. Я берегу для инструмента. Теперь шепот. Вот что такое шепот? Вот, ребята. Возьми просто ноту. Возьми ноту, пожалуйста. Возьми соль, допустим. А теперь шепот. Мне вот это нужно. Вот это мне нужно. Вот это нужно. И вот когда только он научится звуковедением вести две октавки, мы уже потом будем заполнять меце, форта или что-то. Вытри, пожалуйста. Он же горячий и прихартищий. Это, ребята, это условно, понимаешь? Он сейчас, люди есть, глаза закрыли, а он видит. Ты его шляпу снял, он говорит, зачем шляпу оденьте? Понимаешь? Сейчас вообще люди есть совершенно разные. Здесь главное почувствовать себя, понимаете? Почувствовать, чтобы вы играли. Так же, вот как интервалы. Вот сейчас ушли, там, у меня есть октавные трельки, играет свободно. А кого-нибудь сейчас попроси другого, он никогда не сыграет. Хотя ему будет много лет, и он октавные трельки не сыграет. А у меня чистенько уже играет октавные трельки. Через это тоже можно играть. Здесь очень важно, это пользоваться своей природой. Я показал, что губы разные. Вот губы большие, там, у кого-то в муштук не влазят. Что надо сделать? Собрать и солькнуть. Все, и пельмень залез в мушку. Все хорошо. У кого тонкие, наоборот, собрать как можно больше. У кого дуга зубная, узенькая, там, два риса, как у мышонка, значит, надо брать узкий муштучок. У кого зубы как, ну, кто бомбов, что сгрызает, пошевелит. Или на трамбону, как Гриша. Гриша, улыбнись. Улыбаешь. Зубов не видно. Ладно, лихий. Бананом наелся, а потом на трамбон ее лез. Понимаете, здесь очень важно вот эти моменты. Горячий. Теперь дальше. Помните о двойном языке? Ти-ки. И тогда у вас язык побежит, да? Язык, когда высоко. Хи-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Язык работает ровненько и очень рационально. Когда плюете на свою судьбу, техники никогда не будет. Это все, это бесполезно. Или кто там заворачивает язык? Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ты не играешь. Это есть. Есть патология, особенно у африканцев, у негров, где большой язык. Он даже когда бежит, он вывалит, как дебютом. И зацвет в это все. А для трубочери, чтобы подвижный был. Самая подвижная часть, это, конечно, кончик языка. Игент Савченко снимает негров в сутки. Я говорю то, что есть. Поэтому, ребят, здесь очень-очень важно. Это горло. Нельзя играть с закрытым горлом. Это вот холодный. Кто играет холодным воздухом, он играет так. Мне еще подуть немножко? У меня шага. Нет, нет, нет. Видишь, что творится. А надо будет. Все легко. Кадык вниз. Горло расширилось. Гулки начинают четко срабатывать. Четко-четко срабатывать. Еще есть какие-то... У меня много очень. Я и по джазовой фразировке там... Но за один час просто не расскажешь. Это очень серьезный момент. Да, да, пожалуйста. А еще вот есть такое... Дети, учащиеся, заикание такое. Как? Очень легко. У меня внучка заикалась. И человек 18 был учеников за них. У меня сейчас тоже один заички есть. Он занимается. Юра, он занимается. Хорошо. Как с ним занимается? Это дыхание. Первое, это дыхание. Должно быть релакс. Расслабиться. О том, о чем я говорил. То есть ребенок должен... Помните, как родители говорят? Ну, выпрямись. Вот он ходит вот такой вот. Все, пристегнутый. Сколько... Еще я эти одеваю. Как они там? Брючки. Подтяжки. Подтяжки. Подтяжки чувствую. Все. Нет. А здесь надо вот эту грудную кость. А у вас, я же генетика, я вот о чем вам сказал. Развести. У вас между грудным отделом, между... Будут позвонки болеть. Вот я здесь троих трогал, и у всех плохие позвоночники. Вот. И вот держите вы. Чувство превосходства на всеми. Я говорю. Это для девчонок тоже красиво. Или грудь носить так. На экологии. Да? Или так. Или мужички там. И будут они там, не поймешь, сморчок или мужичок. Поэтому здесь очень важная такая штука. Вот подняли. Расправились. И вот он. Видите на вдохе, да? А надо просто взять воздух. Все. Шепотом. И сразу рефлекс заработает. У меня жена не было. И друзья у меня там, хирурги. И вот то, что я им посоветовал, они очень быстро это исправляются делать. Главное, это набрать... А, ребят, еще дыхание. Сейчас я вам скажу. У кого я не дыхаю? Давай. И видите, вот. Я, значит, у меня пять есть маленьких хитростей. Это расслабиться. Расслабиться. Да? Полностью расслабиться. Выдохнуть воздух. И вот от лапка, от низа живота, чуть-чуть потянуть животик. Чуть-чуть, да. И брать теперь воздух сюда и в сторону лопаток. Вот попрыгайте на себя. Расслабьтесь. Просто вот расслабляйтесь. Вот выгодно. Можно сидеть, да. Все, потянули немножко ниже, вот со стороны лапка, низа живота, чуть-чуть потянуть. И брать в сторону поясницы. И вы почувствуете, как вас распирает. И в лопатку. И у вас плечи немножечко сюда пойдут. Не бойтесь этого. Инструмент же мы берем так, правда же? Все. Ну, зато будет полное дыхание. Как теперь на практике это будет? Возьми в любую воду. Содик, соли. Просто возьми. Спасибо. Теперь расслабились, да? Выдохнув воздух. Со стороны низа потяни животик и бери в сторону поясницы. Вот и все. Вот и все. Берать. Здесь есть секрет. Можно? Секрет интонации, о чем я вам говорил. Я сейчас. Теперь не делай там ничего. Бери ноту. И вот, глядите. Мы не настраиваемся, ничего. Не надо. Берите мимо. Теперь то, что я прошу. Вот. То есть он держит. И диафрагма не напрягается. Ни в коем случае нельзя ни с живота. И напрягать. И вести. И туда прямо вести. Легкий свободный выдох. Легкий свободный выдох. Межреберные мышцы работают. Мышцы пресса работают. И грудная. Грудная клеточка. Вот грудная. Она в последний момент. Она садится естественно. Вот. Если хотите большой вверх брать там или что-то. То. То. То же самое сейчас. Плечи подними. Вот. Пересой. Тоже первый актамб. Плечи только подними. И возьми воздух. Плечи. Видите. Как бы ты старался. Что со звуком сделалось? Дряблый. Неуправляемый. И все. Беспомощный. Поэтому ключичное. Оно применяется очень трудно. Теперь. Почему много разногласий. Насчет дыхания. Вот там. Говорят. Кому-то. Кто-то даже спорил. Даже с Тимофей Александрович. Кому-то надо длинные ноты тянуть. Ребят. Если есть устойчивая артикуляция. И можете раздувать. Стоит это длинные ноты тянуть? По технике. Правда же? Заменить ее технику. Да? Длинный выдох. Это же тоже длинный выдох. Пополняйте коллекцию движений. Значит длинные ноты. Это если установлена хорошая артикуляция. Устойчивая. Все. Прибегайте к технике. Очень советую Герберта Кларка. Пионера Шлезберга. Пионера. Он как раз из России. Один из первых пионеров. Которые стали применять артикуляцию. В Америке был. Бешеная популярность у него была. Один был из Принн-трубачей. Макс Шлезберг. Вот такие дела. Значит запомнили. Расслабились. Выдохнули воздух. Потянули низ животика чуть-чуть кверху. Взяли в область поясницы и лопаток. И выдуваете. Четко-четко заводим. Для скрипачки. Я же сказал что надо делать. Обязательно. Между позвоночником есть склонность. И грудная клетка. Если эта грудная кость. Не соответствует природе твоей. Ну твой род. В твоей природе. То ты будешь очень сильно уставать. Скрипками. Рука будет затекать. Плечи отекать будут. А когда ты будешь вот такая вот. Ты единственная в мире. Все в порядке. Ну все да ребята. Или еще что-то хотите. Спасибо. А ну пожалуйста. Пошли. Поджазовый штрихар. Пожалуйста. Я еще завтра буду. Можно персонально делать. Мне не жалко. У меня сундук полный. Я все могу поделиться с вами. Завтра встретимся. Все. Обнимаю вас ребята. Целую. Спасибо.